Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Захаралиева. Здравствуйте, в начале коротко о главном. Одна женщина погибла, 18 человек госпитализированы. Таков итог свадебного торжества в Цунтинском районе. Мир тесен, особенно его проезжая часть. Крупное ДТП произошло в воскресенье вечером в Махачкале. Автомобиль, нашпигованный наркотиками. Сотрудники полиции пресекли факт провоза в республику более 3,5 килограмм марихуаны и других наркотических веществ. Метание гири, армрестлинг, футбол и волейбол. День физкультурника в Махачкале отметили спортивными состязаниями. Двое жителей Гумбетовского района утонули в озере Кизиноям в Ботлихском районе. Это уроженцы села Михельта, Салам Абурахманов и Гаджи Магомедов. Глава Гумбетовского района Галиб Галипа выразил соболезнования и к родным и близким, а также призвал жителей республики быть предельно осторожными во время отдыха на водоемах. Трагедией закончилась свадьба в Цунтинском районе. Во время торжества в частном доме в селе Хашархота рухнула бетонная площадка и лестничная конструкция. В результате несчастного случая одна женщина от полученных телесных повреждений скончалась. 31 человек пострадал. Пятеро из них были госпитализированы в Махачкалу для дальнейшего лечения. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Крупное ТТП произошло в воскресенье вечером в Махачкале. Авария произошла примерно в 6 вечера. Водитель БМВ выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «Газелью» и «Приорой». Госпитализировано 6 человек, в том числе двое детей, 2 и 6 лет, которые были в «Приоре». Согласно данным статистики, за прошедшую неделю в Дагестане 7 человек погибли в ДТП. Еще 68 человек, в том числе 11 детей, пострадали. В Дагестане выявили факт перевозки более 3 килограммов наркотиков. Сотрудники полиции пресекли факт провоза в республику более 3,5 килограмм марихуаны и других наркотических веществ. На федеральном контрольно-пропускном пункте «Артезианский» полицейские осматривали легковой автомобиль, в багажнике которого и в трех запасных колесах обнаружили 16 пакетов с марихуаной. При личном досмотре у пассажира из Мурманской области нашли вещества, содержащие в составе кокаин и другие синтетические вещества общей массой свыше 22 грамм. В отношении 51-летнего гражданина возбуждено уголовное дело, и ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Полицейские спасли людей из горящего здания в пригороде Махачкалы. Ранним утром при патрулировании территории в районе прибрежного поселка Караман сотрудники столичного полка ППС заметили черный дым, который поднимался над крышей одного из частных домов. Сообщив о произошедшем дежурную часть, полицейские направились к месту возгорания. По прибытию мы уже заметили, что крыша одного из домов уже была охвачена огнем, и огонь уже перекидывался на соседний дом. Подбежали к воротам этого дома, дверь уже была открыта, так как хозяйка на шум проснулась, она была во дворе и в таком шоковом состоянии находилась, и она сказала нам, что уже внутри дома еще находятся двое ее несовершеннолетних детей, а также престарелая мать. Мы со старшим другого экипажа, Ахмедом Магомедом, незамедлительно зашли в дом и вынесли оттуда двоих детей на безопасное место, а также после чего вывели также престарелую мать, отвели на безопасное место. Прибывшие им на подмогу еще трое полицейских разбудили и эвакуировали жителей соседних домов. Благодаря своевременным и решительным действиям сотрудников все граждане были спасены. Эвакуировали всех граждан, которые находились, ну общая сложность более 50 человек вместе с детьми, около 12 коттеджей находилось в этом тупиковом месте. И до приезда пожарных расчетов мы освободили улицы, убрали припаркованные машины, чтобы беспрепятственно могли подъехать пожарные расчеты. Фестиваль этнической культуры Тархо открылся сегодня на лесной поляне в селе Арчо Ахвакского района. Его участником стал председатель правительства республики Абду Муслим Абду Муслимов. На этой же площадке состоялся 20-й традиционный праздник «Певцы съезжаются в Ахвах», который много лет собирает участников и гостей из разных муниципальных образований региона. На фестивале развернули шатры сельских подворий. Здесь представлена национальная кухня, старинная отварь, фотостенды, а также выставки промыслов и произведений художников-выходцев из района. Прежде всего, разрешите мне от имени главы республики Дагестан Сергея Алимыча Мерикова, от правительства республики Дагестан, от всех членов правительства республики Дагестан, которые принимают участие на этом прекрасном мероприятии, передать вам самые лучшие пожелания плодотворного проведения сегодняшнего мероприятия, и чтобы заключительная часть была более еще плодотворной и успехи, чтобы радовали вас всегда. Уникальная культура Дагестана – это богатство всей России и всего мира. Ахвахский район – один из уникальных районов нашей республики. Здесь чтут и бережно хранят, передавая из поколения в поколение свои обряды, обычаи, народные промыслы и ремесла. Дорогие друзья, я еще раз поздравляю всех с этим замечательным праздником и желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия. Все для победы. К акции Народного фронта по поддержке воинских подразделений Донецка и Луганска присоединилось Управление Роскомнадзора по республике Дагестан. Они не в первый раз участвуют в подобных акциях. На этот раз региональное ведомство решило передать российским солдатам рации, разгрузочные жилеты, бинокль и первую медпомощь. Управление Роскомнадзора по республике Дагестан не первый раз участвует в подобных акциях. Буквально с самого начала специальной военной операции нами была подготовлена и передана через специальный пункт гуманитарная помощь жителям ЛДНР. Как и тогда, и сейчас весомый вклад в инициативу исходил от нашего руководителя, Шамиль Хаджалович Магомедова, ранее в рамках акции «Все для победы», проводимой Общероссийским народным фронтом, в управлении было перечислено денежные средства на специальный счет. Сегодня мы через Дагестанское отделение ОНФ передаем данным баз, рации, разгрузочные жилеты, бинокль, а также средства для оказания первой медицинской помощи. Шоу мыльных пузырей, викторины и подарки. Вечер нравственности в Каспийске собрал десятки людей. Программа мероприятия была интересна как взрослым, так и детям. Известные исполнители Нашидов представили свои лучшие произведения. На сцене продемонстрировали театральную сценку о чести и верности. Твой голос дрожит, ты бледен, что ты задумал? Юнус, мы ему же ничем не сможем помочь. Пойдем со мной, пока не поздно. Человек, бросающий родину в трудную минуту, предатель! А среди горцев таких быть не должно! Перед гостями выступили ученые-богословы. Мероприятия также поддержали и представители власти. По их словам, такие встречи объединяют, что очень важно и необходимо в настоящее время. Кроме того, гостям народа рассказали об обычаях, религии и культуре народа Дагестана. Вы все, которые сегодня пришли сюда, и гости, и туристы, и каспичане наши, без вас, без вас мы бы не смогли вот так ярко, красиво все сделать. Вот вы являетесь теми людьми, которые украсили наш маджилис, наше мероприятие сегодня. Вам я выражаю благодарность за все это, за то, что вы пришли. Только положительные эмоции. Между прочим, вот сын интересуется, вот именно здесь заинтересовался исламом, и вообще, говорит, очень интересно почитать. И вот сейчас вот пришли посмотреть. Узнали, что будет, и пришли посмотреть. Как вам этот отдых? А? Дагестане как вас встретили? Очень прекрасно, все люди замечательные. Просто прекрасно. Очень, целый год планировали этот отдых, мечтали побывать в Дагестане, и ни на минуту не пожалели, что приехали. Посетили все лучшие места, и обязательно вернемся. И о спорте. Метание гири, армрестлинг, футбол и волейбол. День физкультурников в Махачкале отметили спортивными состязаниями. Фестиваль «Здоровая нация» прошел на городском пляже. Его участники соревновались в 11 дисциплинах. Проверить свои силы могли все желающие – дети, молодежь и ветераны спорта. В этом году мероприятие приурочили к 165-летию Махачкалы. Самых быстрых, ловких и выносливых отметили наградами представители Народного собрания, Минспорта и городской администрации. Безусловно, тот показатель, который мы видим сегодня, это наличие людей на этом пляже, говорит о том, что для Дагестана, для города Махачкалы спорт уже давно стал нормой жизни. И, безусловно, мы расширяем инфраструктуру. Совсем скоро в Махачкале при поддержке правительства Республики Дагестан появятся новые инфраструктурные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого и закрытого типа. Мы сегодня находимся на городском пляже города Махачкала, который, вне зависимости от погодных условий, от времена года, он всегда полон, полон и теми истинными любителями спорта, ветеранами, теми людьми, которые пропагандируют здоровый образ жизни, популяризация развития спорта и физической культуры нашей Республики. Конечно, сегодня этот праздник, их праздник, праздник тех людей, которые сделали, делают и будут дальше делать в области спорта достижения, будут пропагандировать его, будут учить, воспитывать подрастающие поколения здорового образа жизни. Динамовцы увозят из Тула ничью. Махачкалинцы добыли ничейный результат в выездной встрече пятого тура первой лиги. Дагестанская команда сыграла в ничью с местным арсеналом 1-1, на перерыв бело-голубые ушли, введя в счете. Гол первым ударом со штрафного на 36-й минуте забил Залимхан Юсупов. Тульский коллектив отыгрался ближе к исходу часа игры. До конца матча команды больше поразить ворота друг друга не смогли. Динамо после пяти туров имеет в активе 8 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице. Смотрите нас также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok